Братья и сестры, я слышал не так давно один ролик или свидетельство одного брата, которому рассказывала его мама. И вы знаете, вот этот пример жизни, он меня просто поразил. Он меня поразил просто, когда я услышал. Я хочу сегодня с вами поделиться, может быть, вы и слышали его. Этот брат еще живой, и он рассказывал. И он говорил, когда они еще жили там в России, они жили, и у них была большая семья. У них было 10 детей, еще родители жены жили с ними. Вот у них в семье 14 человек. 14 человек. И они жили как раз возле остановки. Многие люди, кто там жил, знаете. И когда в село приезжали люди, особенно христиане, верующие, мы знаем, как это было. Если верующие, мы могли заходить в любой дом, и двери были открыты. И вот этот дом, он всегда был переполненный людьми. Там всегда были люди, приходили в этот дом. И эта семья, она была очень гостеприимная. И Бог их благословлял. У них было все необходимо для того, чтобы встретить странника, чтобы быть гостеприимными. У них все было. И он говорит, что его мама, она всегда ходила и пела. Делала работу, пела. Корову доила и пела. И вот говорит, в один вечер она доит корову и не поет, а плачет. И не поет, а плачет. И она задает Богу вопрос. Господи, почему вот все люди идут к нам? Почему вот к другим не идут? Вот у нас же семья большая. У нас, ну не было же такого достатка, может, как теперь. Она возроптала. И она задала вопрос. Боже, почему? Почему к другим не идут? А к нам идут? И когда она закончила свою работу, и она идет уже в дом, и она видит видение. Она увидела ангела, который берет рукой своей и закрывает калитку ихнего дома. И она не поняла, что произошло. Она не поняла, что случилось, что это за видение, что это значило бы. Просынаются они на следующий день. Идет ее муж в сарай, видит, сдохла у них свинья. Все было нормально. Все до этого было хорошо, интересно. Они не предали значения этому. Вечером вздыхает одна корова. Вечером вздыхает одна корова. Две у них было. Вздыхает одна корова. Они еще не поняли ничего. На следующее утро. Он говорит, где-то у них было 250 кроликов. Вздыхают 50 кроликов. И только тогда они поняли. Вот только тогда они поняли. И она идет на следующий вечер, да и вторую корову. И уже плачет не от ропота, а от покаяния. И когда она покаялась перед Богом, когда она попросила прощения, и возвращается она опять в свой дом, и она опять видит ангела, который берет своей рукой и открывает калитку. И он говорит, что две недели, две недели в ихний дом не зашел ни один человек. Вот после того, когда она возроптала, за две недели не зашел ни один человек. Как до этого каждый день были у них люди в доме. Братья и сестры, не хотелось бы переживать что-то подобное в нашей жизни. И он говорит, когда она покаялась, когда ангел открыл эту калитку, к ним опять пошли люди. И у них не было больше вот такого поражения. И он говорит, что что-то она плачет. И поэтому она покаялась, Я не знаю,